Мы снова едем в Варну. В Кранево не успели сесть на автобус. Вернее, он был заполнен, а нас не взяли. Мы поймали на шоссе маршрутку. Случайно так получилось. Уехали в Албен, а теперь из Албена едем через Кранево в Варну. Вот Кранево. Получилось, что мы сделали крюк, но зато мы едем и не ждем два часа. Так что едем в Варну снова. Сегодня хочу попасть в магазин Бриколадж и показать, что там из растений продается. До Кранево мы не доехали, а повернули перед Кранево направо. Мы так на машине ездили. Это другая дорога. Нам главное, чтобы мы доехали туда, куда нам нужно. Потому что все время какие-то сомнения. Так что дорога будет другая в Варну. Здесь вот поля, подсолнечник, виноградники. И там комплексы дальше. Живые. Поехали. Поехали. Мы едем в Пеппу. Сверху получается. Мама отвлекает детей, айо. Похоже, подъезжаем уже. Мы снова высадили возле Гранд Мола и идем вперед. И нам нужно дойти до того перекрестка и повернуть налево. И на перекрестке там вилла, пьюзка, а нам туда надо идти. Здесь не так далеко, чуть больше километра. В Варне тоже теперь велодорожки есть. Мы все идем. Подходим уже к Бриколаджу. Вон там выглядывает. Тут тоже строительная площадка, что-то строят. И за Бриколаджем тоже появился дом. Это я рассказываю мужу, потому что он должен узнать эти места. Мы на перекрестке. Последний перекресток. Вот туда мы идем. Вот там Бриколадж. Сейчас дождемся зеленого света и пойдем. Тоже такое озеленение. Мы идем, обходим стройку. Все. Наконец-то мы дошли. Тут такие самолеты летают. Мы ошибаемся, конечно. Это аэропорт рядом. Ой, как страшно, боже мой. И вот сразу же здесь садовый центр. Сейчас я обязательно туда пройду и поснимаю, что здесь продается. Так вот. Кассы. И вот здесь сразу же растюшки. Суккуленты. Фактусы. Это мне пока не интересно. Там строительное все. Какие вазочки. Залипли мы. Какие красивые, да? Вот. Прикольные. Так, ну вот он. Садовый центр. Всякие штуки. А мы идем в растения. Здесь растений нет. Мы идем сюда. В эту сторону. Вот там растения. Буду сейчас все это разглядывать. Это суккуленты. Сейчас я этим не интересуюсь. Это у меня зимой будет увлечение. Тут все комнатные растения. Воршочки. Это все комнатные растения. Уличные будут на площадке. Сюда идем. Вот. 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 Здесь херы. Пеларгония. Вот. Вот. Это что-то цветет такое. колокольчики какие-то. Как это называется. А. Платикодон. Да. Комкваты. 79 лево. 80. Это тоже что-то цитрусовое у нас. тоже. Комкваты. Так. Вот тут что-то уже разобрали. А. Вот там цветок этот, который меня заинтересовало. Сейчас я посмотрю, как он называется. Эмпатиенс. Вот он. В отеле ими украшают вазоны. Трава. Сейчас глянусь какой-то стоит. Тут котятки бегают. О. Сколько их живут тут. Гехера. 8 лево. Это платикодон. Трава. 8 лево. Бегония. В общем, такое все. Уставшие. Очень много пеларгонии. Вот видите, какие. Что это такое. Как это называется. Целлозия. Я такое не выращиваю. Лазаньи. Видите, как здесь ухаживают за растениями. Пропадают. Ну и как бы нормалек. Вот видите, сколько здесь. стоит такого. В общем, хотела я вам садовый центр показать. А получается здесь очень много пропавшего. Вот это, кстати, левизия. Вот она. Я пыталась выращивать. Она у меня что-то не пошла. Пропала. Сейчас посмотрим, что здесь еще. Лимонные. Тоже бегонии. Целлозии. Так, пойду я в другое место. Посмотрю. Вот еще какие цветы есть. Такие я не видела. Пентос. Трицветен. Трехцветный. Пентос. Это колеусы. Дальше. Я пойду. Малыш пьет водичку. Вот. Прижили здесь. Никто их не выгоняет. Дочка говорит, что здесь кафе рядом. Поэтому они тут толстенькие. Дальше. Вот еще один стенд. Глазики. Хосты. Вот они, эти цветочки. А, тут написано винка. Вот это винка. Значит, это разные какие-то цветы. Да, винка. Не знаю, как их сохраняют. У нас вряд ли будут зимовать. Надо будет заносить. Вот это чисто такие растения. Колокольчик. Далее. Описано далее. Только я не знаю, где это далее. По-моему, ее здесь нет. Ну, вот такие вот здесь цветы украшают ими колумбы. Ну, вот суккуленты. Много. Вроде я и не хотела покупать. Ну, может быть, как раз какой-то суккулент возьму. Потому что не вижу ничего больше. Если будет что-то по приемлемой цене, то, может быть, возьму. Ну, вот все, думаю, они такие простенькие. У меня такие есть. Я такие, конечно, покупать не буду. Вот так вот растения продаются. Иногда вот с мужем ходим здесь. Увидим что-то. И хочется спасти. Это что у нас? Легуструм. Легуструм. Многие растения я просто не знаю. Это что? Калистемон. Розочки. Это барбарис. Виноград. Это инжир. Вот продается. Вот такие можжевельники. Вот это пион. Пион божур. Белый какой-то. Сколько. Какая цена у него. Так. Вот кипарисовики. В общем, здесь хвойные растения. Вот так мы спасали уже несколько можжевельников. Вот клематисы тоже попадали. Интересно, какая у них цена. И вот такие хвойные. Вот. В общем, все очень в таком плачевном состоянии. Что-то мне раньше казалось, что здесь поприличнее все. Вот валяется. Ну вот так. Все. Пойду еще гляну что-то. Ну. Не впечатляет. Так. Растения мне совсем там не понравились. Буду выбирать семена. В принципе, я из-за этого сюда и шла. Сейчас еще найду томаты, которые мне надо. Все. Мы ушли из этого магазина. Идем обратно в Гранд Мол. Купили семена. Какие семена купила, покажу уже в апартаментах. Ну что, приехали мы из Варны. Проходили в Гранд Моле. Несколько часов ходили в Макдональдс. А там такое ощущение, что вся Варна туда съехалась. Поэтому очереди были сумасшедшие. И очень долго ждали заказ. В общем, походили, кое-что купили. Но в основном как-то все равно все не то. Но зато я купила семена в Бриколаджо. Вот такой томат. Такой. Желтых круглых не нашла черри. Но нашла вот такие вот игрушки. Желтые. Руколу взяла. Редис. И острый перец. И лютые чушки. Вот такая у нас сегодня получилась поездка. Немного бестолковая. Немного бестолковая. Потому что обратно мы ехали в жаре. Ветер уже поменялся. И уже не было той прохлады. А это мой садик здесь. Вот. Отходит Пеларгония. Чуть-чуть получше вроде и стала. Но все равно подвязшая. Долго, видимо, лежала там на улице. Вот. Эти листочки еще появились. В общем, такая у нас поездка получилась. Все. Всем привет из Болгарии. И до скорых встреч. Видео грузится очень долго. Иногда сутки гружу видео. Поэтому сейчас выхожу, как говорится, в эфир намного реже. Потому что невозможно загрузить быстро. Ну, в общем, всем пока.